Всем привет! Несмотря ни на какие ограничения, ЦСКА выходит на паркет, а мы в прямой эфир. Мастер спорта по сноуборду, хоть она не любит это слово, блогер Алина Балашова. Добро пожаловать к нам в студию. Как настроение? Вообще супер, я безумно рад здесь оказаться, посмотреть баскетбол. Баскетбол отлично, тем более в такой период. Вообще очень здорово. Вы были когда-нибудь до этого на баскетболе? Ни разу не была, если честно, впервые на баскетболе. И очень рада начать приобщаться к этому виду спорта. Надеюсь, что игра будет зрелищной. У вас есть в инстаграме видео, где вы играете в баскетбол. Но не могли мы это обойти. Это баскетбол играет от меня на этом видео. Это баскетбол играет. Вы когда-то еще держали мяч, когда это, возможно, в школе или как-то? Да, я в школе играла и в волейбол играла. Но это было очень давно. А, ну то есть вы прям спортсменка со стажем еще и в команде вида спорта? Ну, типа того. А встречали ли вы профессиональных спортсменов, первую очередь, конечно, баскетболистов, склонов? Мне кажется, что нет. Встречала просто высоких ребят. Вы не знали, да? Нет. Если честно, я и не знаю имен профессиональных баскетболистов, кроме Майкла Джордана и Дениса Родмана. У нас в гостях футбольные люди. Нет. Футбольные леди Анастасия Ананева и Марина Кисканин. Добро пожаловать к нам в студию. Как настроение? Здравствуйте. Настроение отличное. Вы сами играете в баскетбол? Возможно, на базе на ваше есть кольцо? Конечно. На тренировках? Да. Бывают иногда у нас такие тренировки, когда мы играем в баскетбол. Вы играли в Испании. Там невероятная популярность баскетбола. Вы это заметили, когда там были? Да, но тоже не очень получилось за этим наблюдать, потому что был ковид. Да. В то время, когда я там была, там был ковид. Все было закрыто. Я играла в Валавесе, и этот клуб, он базируется вместе с Басконией. Я прям жила напротив арены Баскония. Вот. Я даже хотела сходить, но нас закрыли, и не получилось. Вы знаете игроков профессионального баскетбольного клуба ЦСКА? Пару. Пару игроков. Пару. А кого? Швед. Швед. Шингеля. О, турники Шингеля. Он же из Басконе. Что-что? Он же из Басконе. Да, то есть вы так, да, его? Хорошо. Неплохой ход. Тогда специально для вас у нас есть конкурс. Будем смотреть с вами на экран. Там будут появляться фотографии людей. И ваша задача будет угадать, игрок ЦСКА или вообще не игрок. Может быть, игрок другой команды. Я сейчас чуть-чуть так аккуратненько подсказал. Внимание на экран. Игрок ЦСКА. Игрок ЦСКА. Это Курбанов. Никита Курбанов. Все знают Никита. Точнейшее попадание сразу. Это, конечно же, даже не знаем, наверное. Ну, давайте, давайте подумаем. Давай, Марин. Давай. Алексей Швед. Ну, конечно же, Алексей Швед. Но он, скорее всего, не игрок ЦСКА. Нет, не игрок ЦСКА. Ну, сейчас посмотрим. Наверное, нет. Дело в том, что если бы вы сейчас посмотрели на паркет, вы бы его увидели. Да, справа вон там стоит. Но только в форме Фенербакчи. Это Нандо Декалой. Ну, не игрок же ЦСКА. Который раньше выступал за ЦСКА, но теперь в турецкой команде. Так что вы пока идете идеально. А это Ерохин. Ерохин. Ну, как можно было провести футболисток? Ну, да я хотя бы должен был попробовать. Конечно же, это не игрок ЦСКА. Это Ерохин. Трехкратная олимпийская чемпионка. 16-ти кратная чемпионка мира. 11-ти кратная чемпионка Европы. Боже, как можно? По синхронному плаванию, конечно же. Светлана Колесниченко, добро пожаловать к нам в студию. Господи, столько регалий. Если бы вы пришли с медалями, я думаю, что весь стол сейчас можно было бы просто... Ой, ну вы меня захвалили, конечно. А вы на баскетболе впервые? Да, если честно, да. Вау. Так что меня уже поздравили тут с почином. Да. Но я давно хотела. И вот сегодня, конечно, наконец-то же такая возможность выдалась. Я очень рада. Так что я надеюсь, что я получу море позитива, эмоций. Не сомневаюсь. Золотая медаль вот в дуэте, она важнее, чем в группе была для вас? Потому что в группе же уже была в 16-м. Или любая... Не-не-не, ни в коем случае нельзя подразделять. Потому что это по-своему разные виды программы. И, ну, по-своему сложные. Поэтому каждая медаль, она на вес золота. Золотая медаль на вес золота. Ну да. Да как с этим поспоришь? Какие бывают травмы в синхронном плавании? Потому что, ну, простому обывателю не до конца понятно, как это все выглядит, как это устроено. На самом деле, синхронное плавание не такой травмоопасный вид спорта, как, можно сказать, там, фигурное катание, спортивная гимнастика. Я думаю, что не такой травмоопасный, как баскетбол. Но все же бывает, конечно, драмы ломают пальцы, носы под водой. Когда... Носы ломают? Да. Было такое, что девочку во время соревнований дали пяткой в нос. Пяткой в нос. И она сняла зажим, а у нее кровь потекла. О, это было на тренировке или прям во время... Нет, это было на соревнованиях, прям, да. Очень такое, не очень приятное зрелище, но запоминающееся. Вы в команде с золотыми медалями деретесь? Ну, просто интересно. 16-16. Не-не-не, слава богу, у нас в женском коллективе все нормально. Понятное дело, что, да, бывает там разноклассия, но мы все в разговорной. Чемпион в женском коллективе, прошу заметить. Воспитанник школы ЦСКА, хоккейный эксперт Сергей Гемаев. Добро пожаловать в студию, рад вас видеть. Здравствуйте, рад прийти к вам. Вы играете в хоккей, мы знаем, что вы играете в футбол. Что с баскетболом? На самом деле футбол рядом не стоит у меня с баскетболом. Почему? Потому что я там вырос рядом со школой, у нас школьный двор. И там хоккейная коробка, хотя хоккейная коробка, она как для хоккея, как правило, не работала, не функционировала. Мы играли в баскетбол, там были баскетбольные кольца, были щиты. И у нас так сложилось, что спорт номер один был баскет. И мы вот играли стритбол, баскетбол и целыми днями, чуть позже, может, в волейболе, баскетбол был номер один. У нас подготовлен конкурс. Вы прекрасно знаете, куда полетит шайба в момент броска. Вы уже можете просчитать траекторию. Но насколько вы можете угадать, где баскетбольный мяч? Я думаю, первый. Первый? Давайте посмотрим на правильный ответ. Абсолютно верно. Номер один сразу же. Самое сложное, третье. Второе, первое. Что? Думаю, третий. Думаете, третий? Правильный ответ. Номер. Один. Дэнни Хекетт. Смотрит в одну сторону, а дает в другую. Какой кричалкой вы будете сегодня поддерживать армейский клуб? Я помню только кричалки, когда я пацаном ходил, когда еще Маркус Веб играл. Игорь Куделин. Я могу их назвать. Давайте. И даром есть российский клуб, американец Маркус Веб. Такой же великий, как дедушка Ленин, баскетболиста СК Игорь Куделин. Будете прямо это кричать? Ну я это качать не буду, я просто помню только их. Это отлично я кричал. Серебряный призер Олимпиады в Токио. Три на три среди женщин. Генеральный менеджер женской сборной Три на три. Игорь Кочарян, Анастасия Лугунова, ПБК МБА. Вы вернулись из Италии. Что оттуда привезли? Мы привезли вторую победу в Евролиге. И очень много вкусненького. Так, а что важнее? Победа важнее, чем вкусненькая? Ну, естественно. Это была вкусненькая победа просто, скорее всего. Игорь, а вы что скажете? Как у вас ощущения? Конечно, мы безумно рады и горды тем, что наш клуб потихонечку адаптируется к лучшему турниру в Европе. Девчонки набирают обороты. Я надеюсь, дальше мы будем крепнуть и победы еще будут к нам приходить. Что такого обязательно должен уметь делать игрок 3 на 3 и игрок 5 на 5? Вот в чем главное отличие игрока 3 на 3? Мне кажется, умение быстро переключаться из нападения в защиту, читать ситуации именно игровые. И все, в принципе, наверное. Следующая цель после серебра. Только золото. Конечно. Мы ставим только максимальные цели. У нас кажется, что еще есть время, но его достаточно мало. И мы постараемся в ближайшие 2-3 года максимально подготовиться, чтобы еще шажочек наверх сделать. Я думаю, у нас шансы неплохие. Большое спасибо, что были у нас в гостях Анастасия Лагунова и Игорь Кочарян, генеральный менеджер сборной России. 3 на 3. Серебряная придерка Олимпиады. 3 на 3. ПБК МБА. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова